всем доброго времени суток и сегодня мы с вами будем делать тег с материалами люкс-арт я хотела поговорить про вот такой вот люкс гель расскажу вам как работает у меня в цвете серебро сейчас фокусируется здесь видно дальше вот такие вот краски мне очень нравится этот оттенок а2 в 20 красный теплый пастельный вот такой оттенок розоватым получается в жизни я с ним сделал уже довольно много работы и никак не могу перестать им работать потому что мне очень нравится этот цвет краски густые приятные в нанесении вот у меня осталось полбанечки расход очень приятный не сильно много уходит я успела сделать шкатулку несколько игрушек елочных три тега довольно больших открытки и вот у меня еще полбаночки осталось у меня в маленькой форме обязательно куплю себе форму побольше потому что это точно мой маст хэв обожаю цвет дальше в работе я буду использовать вот таких два спрей один который подходит по цвету моей красочки и другого такой вот золотой у меня в оттенке fm2 в 60 и в оттенке ft1 в 50 такие спреи буду их использовать дальше мы будем использовать цветочки у меня цветочек от хайпикрафт такой вот розовый тычинки такой не знаю как по-русски называют бейкер твайн кажется ее называют английские мастера не знаю как называется по-русски в общем такая прислали мне по обмену из америки дальше я буду использовать обычную атласную ленточку и я достала себе два чеборда не знаю какой из них буду использовать но какой то точно пойдет работа также мы будем использовать вот такие дропсы это желтый перламутровый это розовые у меня есть уже подготовленные сводчи вот он желтый он уже высохший выглядит вот так вот на свету хорошо видно дальше вот поближе это розовый очень приятные в нанесении не жидкие не слишком густые поэтому не оставляют пик как иностранные аналоги вот у меня специально есть от иностранного аналога вот такой оранжевый и тут видно что вот он оставил пику как зефирка не очень мне это нравится есть аналоги которые более жидкие вот здесь у меня они рядом нанесены видите то что они более жидкие они во-первых более плоские это сразу видно на картинке во вторых они растекаются довольно сильно и поэтому ровный круг ими сделать сложно довольно быстро я вот сделала сводч перед съемкой наверное минут 20 прошло успела я покормить ребенка и вот они уже в принципе довольно сухие то есть их можно трогать не заденешь не страшно что что-то произойдет вот так они выглядят я буду использовать скорее всего в оттенке в желтом может быть розовый тоже пойдет работу поэтому я его достала не стала убирать на всякий случай мало ли мне что-нибудь из этого пригодится и прежде чем мы начнем сам мастер-класс так я себе уже тоже подготовила правда дырочку еще не пробила сделаем с вами вместе я буду использовать обычный дизайнерский картон с тиснением вот такое у меня тиснение лен вот здесь видно черный я буду использовать я буду делать сегодня черно-розовый тег который пойдет у меня в подарок к моему фликбуку я сделаю по обмену для американской мастерицы мы ежегодно обмениваемся по всяким праздникам подарочками я вот и сделала фликбук и к нему буду делать подарочный тег он пойдет в комплекте поэтому он будет розовый ах да мы еще будем использовать вот такую вещь пружинка от хэппи крафт очень люблю ее для цветочных композиций она придает объем и вообще довольна в качестве украшения плохо на ней фокусируется она такая блестящая я взяла бронзовом оттенке к сожалению золотом у меня не осталось я очень много их использую и не успеваю докупать на самом деле вот поэтому я взяла себе бронзовый чтобы он хоть более-менее подходил по цвету к тому что я буду использовать в принципе но не по-моему вместе с молодцем но прежде чем мы начнем я хотела поговорить по поводу геля который работает как текстурная паста мне нравится в нем то что он не слишком густой он перламутровый я люблю перламутровый пасты вот такой вот по форме похож на сметанку взбитую перчо и эта текстура мне очень нравится почему потому что помимо вот таких стандартных масок трафаретов довольно жестких с которыми в принципе ничего не случится и их можно корябать шпателем мастахином где-то у меня были карточки карточками и вообще неважно чем я даже вот палочка косметической корябала по ним и с ними ничего не происходит потому что они довольно жесткие и не цепляют и это хорошо но к сожалению у меня не все маски такие и очень много масок у меня вот таких прорезанных на плотере и это довольно тонкая пленка что происходит вот такие вот незакрепленные места плотной текстуркой просто отрываются во первых у меня не получается рисунок но это пол беды потому что в результате один два раза и мою маску можно выкидывать вот в этом беда плотных текстурок поэтому вот этот гель незаменим он приятен из-за того что тонкие рисунки не корябаются и поэтому маску можно использовать несколько раз давайте посмотрим на примере сейчас возьмем и так возьмем мы немножко и попробуем вместе с вами нанести вот как раз на тот участок где это было бы неудобно сделать плотной толстой текстуркой наносим снимаем получаем рисунок моя маска целая вот что у меня получилось он перламутровый он довольно быстро сохнет как видно здесь вот толщина нанесения разная вот вот такой сейчас фокусируется и до совсем тонкой вот тут хорошо видно что вот эта часть у меня довольно толстая вот здесь вот у меня довольно тонко вот такой результат у меня получился также можно использовать текстурку саму по себе и просто рисовать ей я очень люблю использовать такие приемы ну вот например сделать такие порожки они высохнут останутся такими же вот такой неровный эффект штукатурки у нас получится вот такой вот дальше что я хотела вам рассказать у меня есть аналог не буду называть производителя потому что считаю это не очень этичным покажу вам только крышечку и расскажу что происходит если вот с такой маской использовать более плотную текстурную пасту более плотную это вот такую прекрасная текстурная паста очень мне нравится по цвету очень нравится мне по эффекту морозный узор и получается просто замечательный но это смерть маски давайте посмотрим во первых размазывая ее я короблю свою маску во вторых вот она не ложится удобно и поэтому маска задирается как видно и вот тут она портится снимаем эффект у нас совершенно другой как видно но и маски не так хорошо как вы видите живется на свете два-три раза и эту маску я смогу выкинуть плюс она ложится вот так кусками кстати она не старая не могу сказать что это из-за того что старый продукт нет абсолютно не старый недавно я его купила открыла так вообще наверное две недели назад потому что делаем зимние работы что приступим будем с вами работать заодно вам покажу как можно смешать эту текстурку с другими оттенками перламутровый блеск сохраняется что приятно а вот цвет будет меняться для этого нам кстати и нужен акрил буду мешать на стеклянном коврике потому что его удобно отмывать и так я возьму немножко цвета довольно плотная видите она по консистенции приятная и перемешаем видим как мы текстурка приобретает нужный оттенок а вот перламутровый такой жемчужный блеск сохраняется что мне очень нравится я думаю что для работы которую мы собираемся делать это прям идеальный вариант вот так вот как видим он стал розовый можно начинать работать я возьму вот такую вот тонкую маску и покрою его полностью папа свин и папа свин любят сахарные пончики у меня нет коробки но я знаю куда можно спрятать мой пончик я тоже спрячу свой пончик в живот и я и вот что у меня получилось сейчас просушим у меня очень тонкая бумага и поэтому так немножко погнулась то есть вот это у меня было 160 если делает допустим 270 то конечно это не будет тормутся вот что у меня получилось он высох сохранился жемчужный эффект и сейчас я буду красить золотым спреем для этого возьму коробку потому что иначе у меня компьютер и все будет в золотом спреи я уже это проходила и больше не рискую я использую вот такую коробку из-под обуви сразу видно что я в ней уже много всего красила вот такие бортики позволяют мне не испачкать стол и все вокруг золотистый спрей даст мне вот такой эффект я буду делать один угол золотой другой оставлю не покрашенным добавлю еще чуть розового для более яркого цвета вот что у меня получилось сейчас тоже посушим видно как все переливается вот наш жемчужный эффект он сохранился и под спреем и под золотым спреем и под розовым спреем и вот там где куски не покрытые спреем совершенно вот здесь в итоге я передумала и заменила розовый цветок на черный и взяла себе черную уже кусочек розы и вот здесь он и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Добро пожаловать в Казахстан!